Сегодня все киты, касатки и белухи, пленники китовой тюрьмы под находкой, наконец на свободе. За развязкой драмы следили не только в Приморье, российский опыт оценивали и за рубежом. Напомним, что в бухте Среднее в течение года содержали 90 белух и 11 касаток, принадлежавших компаниям Афалина, Океанариум ДВ, Белый Кит и Сочинский Дельфинарий. Животных готовили к продаже в иностранные океанариумы, но добро победило зло, и мармлеков начали вывозить к месту выпуска уже в конце июня. Все оставшиеся в бухте Среднее белухи были выпущены в бухте Успения Лазовского района в воскресенье 10 ноября. Группу из 19 животных отпустили с научно-исследовательского судна профессор Кагановский. 31 белуху выпустили в этой же бухте одновременно с двух судов. С профессора Кагановского и Зодиака. Напомним, летом животных выпускали в Охотское море, две последних партии в Японское. На трех белух установили спутниковые метки, они помогут оценить, влились ли животные в свои стаи до начала сезонной миграции. И этот жизнеутверждающий финальный аккорд стал возможен только после вмешательства президента страны, общественности, Жанна-Мишеля Кусто, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Именно солидарная позиция помогла установить, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела с миллионными штрафами. Суд запретил транспортировать или продавать белух, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. Своё весомое слово сказала и общественность. Начиная с марта и далее всю весну, горожане стояли с плакатами и призывали власти вмешаться в ситуацию. Зимой три белухи и косатка пропали из вольеров. Отловщики сообщили, что животные сбежали. Экологи были уверены, что животные начали погибать в неволе. Зоозащитники указывали на плачевное состояние мармлеков, в том числе на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний. Общественность требовала не только выпустить косаток и белух в океан, но и запретить отлов морских млекопитающих для океанариумов в принципе. Это зоотюрьма, и я призываю общество осознать, что посещая эти зоотюрьмы, они оплачивают мучения этих детей. То есть своими билетами они оплачивают, создают спрос. Это аморально. От этого нужно уходить. Мы единственная страна, к сожалению, сейчас в мире, которая занимается этим. То есть все остальные развитые страны уже давно от этого отказались, потому что это преступление против природы. В тюрьме обычно сидят преступники, а косатки там сидеть не должны. Я бы хотела, чтобы наша страна тоже присоединилась ко всему миру, и мы прекратили уже это варварство. Весной этого года губернатор Олег Кожемяка пригласил именитых иностранных помощников. Во Владивостокском Тенро состоялось заседание рабочих групп по освобождению морских животных и взаимодействию с иностранными экспертами. В это же время активисты российского отделения Greenpeace провели арт-акцию в поддержку мармлеков. Современные технологии, они позволяют наблюдать косаток не обязательно в океанариумах. Их можно наблюдать, и в Китае это уже есть, специальные 3D-океанариумы, когда ты видишь их практически в реальной среде, но при этом сами животные не страдают, их никто не ловит. Мы считаем, что это будущее. Весной сообщили, что косаток и белуха освободят в течение трех месяцев. Ждали финального решения ученых в НИРО, Тенро, ветеринаров, когда и как правильно выпускать мармлеков из вольеров. Были составлены индивидуальные планы реабилитации и выпуска каждого животного. Решение было грамотным, с ним согласился и именитый приглашенный эксперт Жан-Мишель Кусто. Океанолог привез с собой целую команду, чтобы помочь разрешить ситуацию. Для наблюдения за животными в местах кормления установили камеры и гидролокаторы. Эксперты из Института рыбного хозяйства и океанографии, Минприроды, а также международная команда ученых детально изучали условия бухты Средняя. Ответственным за сбор международной команды ученых и их приезд в Приморье стал директор проекта «Китовый заказник» Чарльз Винник. «Я хочу поблагодарить руководство этого края, тех, кто нас пригласил сюда, в том числе администрацию Приморья, а также Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Мы сегодня с самого утра разрабатываем план, как мы будем сотрудничать в следующие несколько дней». Напомним, Жан-Мишель Кусто вместе с Чарльзом Винником говорили о создании специального фонда, цель которого – привлечь внимание крупных российских и международных компаний к вопросу отлова животных с коммерческими целями. «Я думаю, все мы понимаем, что эти животные – часть дикой природы и должны находиться там. Но ситуация сложилась относительно них такая, какая есть. И мы все должны работать вместе, чтобы её изменить». Ситуации дал оценку и главный океанограф в рамках программы по спасению китов Жан-Мишель Кусто. «Мне с детства выпал шанс познакомиться с морскими обитателями. Я ныряю с аквалангом с 7 лет, и с того момента я никогда не прекращал общение с этими существами. И за те 73 года, что я ныряю, я непосредственно контактировал с целым множеством морских млекопитающих, дельфинов и китов по всей планете. И поверьте, очень важно понимать, что они играют одну из ключевых ролей в океанской среде, на планете вообще. И мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы им помочь». Вся эта трагедия в Приморье с отловом, содержанием и торговлей морскими млекопитающими обрела широкий резонанс благодаря в том числе судебным решениям по отловщикам. После обсуждения вопроса на прямой линии с президентом Владимиром Путиным принят ряд важных государственных решений. Во-первых, вылавливать косаток теперь будут только в научных целях и в рамках квот для народов Крайнего Севера. Существует также полный запрет на продажу морских млекопитающих в страны АТР. По мнению нашего земляка, главного научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимира Ракова, вылов косаток однозначно должен быть запрещен. При этом большая косатка внесена в Красную книгу. А белухи вообще неприкосновенные. Это социальные животные. Потеря каждой особи сказывается на всей группе, считает ученый. Белуха – символ Арктики. Они, как и большинство других арктических видов, страдают из-за изменения климата и таяния арктических льдов. Постыдный промысел должен быть вне закона. А деляги, надеющиеся разбогатеть путем отлова и продажи морских животных, сурово наказаны другим в назидание. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.